Добрый день дорогие друзья Легкого поста Сегодня пост Эстер В преддверии праздника Пурим Эстер постилась, как мы читаем Магглад Эстер Мы Этот пост соблюдаем Один из обязательных постов У нас их всего 8 Обязательных постов В общем Праздник Пурим Что произошло Почему мы его празднуем Как Всевышний нас спасал Хотя имя Всевышнего Нигде не говорится в Маггладе Эстер Был праздник В Персии Они праздновали его Праздновали огромное количество дней Месяцами, 180 дней И царя Хашверош Пригласил всех людей На пир И он сказал Никого не принуждать Никого не заставлять Ни что-то есть или пить Не заставлять Все По душе каждого человека Но Когда идешь на пир Там стояла статуя Идола И надо было поклониться Идти на пир А так все нормально Все шикарно Продукты Все приготовлено Кошерно Все хорошо Идите ешьте И что было Приходили мы И Ели И пили Что хотели И кланились Идолу Что-то да Тогда получается Это Дерзкое нарушение Закона Идолопоклонствия Это не просто так Если Нам сказали Отрубят голову Если Кто не Не поклонится Это было бы другое дело Все было По собственному желанию И Это была Очень Большая причина Нас истребить И Что Мардыхай делает Он Праведник Он понимает Что Все Если Что-то Сейчас не предпринять То народу Конец И он Пытается взять Вину на себя Чтобы Обратить на себя Внимание Злодей Оман Его поставили Вторым человеком В стране Перед ним Было Верено Преклоняться Как в Торе Говорится Перед Йосева Аврех Преклоняться Когда он стал Вельможей египетским То здесь Тоже Перед Оманом Должны были Все Преклоняться А Мардыхай Специально Не поклонялся Не преклонялся Колени Не падал И Когда Он спрашивает Что ты делаешь Он говорит Я иудей Вот так Что сейчас Будет казнь Публичная Что его Казнят Он понимает Свою жизнь Отдаст Но Всевышний За счет этого Пожалеет Еврейский народ Вот Вот так Он себе Представил Это все И Сколько Бы Не приходил Оман Он не кланялся И всегда Наставил Он на своем И Чем это Закончилось Мы это знаем Что Всевышний Все таки Пожалел Еврейский народ И спас нас Чудеса были Неимоверные И Враги наши Потерпели Поражение И Нам заповедано Праздновать Праздник Пурим Весельем И Пить Спиртное Даже Пить так Чтобы Не различать Слова Будь Блазовен Мардыхай И Будь Проклят Аман Как будто Это одно До такой Степени Напиться То есть Это заповедь Напиться В Пурим И Единственное Что Если мы Знаем Что Если мы Напьемся Мы Не выполним Какую-либо Из заповедей Торы То Тогда Не надо Напиваться Вот так Вот Надо контролировать Себя Это Очень Непросто И Рассказано Трактатем Мегила Седьмая Там Глава В Палмуде Рассказано Что Были Два Мудреца Величайших Мудреца Одного Звали Раба Другого Звали Раби Зейра Они праздновали Пурим Все как Положено Как Предписано Гуляли И Раба Прикласил Себе Домой Раби Зейру Они Сидели Выпивали Выполняли Заповедь Четко Чтобы Не различить Мардахая Там И написано И Встал Раба И Зарезал Раба Зейру Вот так Раби Зейра Убит Что Делать Когда Он Очнулся Утром От вина Он Смотрит Что Раби Зейра Лежит Мертвый Раба Начал Очень Сильно Молиться До такой Степени Молиться Что Всевышний Пожалел И оживил Раба Зейру Последующий Год Когда Они Прозвали Пурим Опять Раба Пригласил Рабу Зейру К себе Домой Отмечать Пурим Пить Раба Зейра Скал Всевышний Не всегда Делает Чудеса Таким Методом Он Отказался Мудрецы Разбирают Ну как Это Так Это Не простые Люди Как Это Он Талмудический Мудрец Авторитет Невероятный Который Просто Праведник Он Садик Настоящий Как Он Мог Себ Такое Позволить То Пишется Наши Мудрецы Говорят Возможно Что Он Так Напоил Раба Зейру Что Он Уже Начал Умирать И Он Взмолился И Всевышний Пожалел Ему Стало Легче Вот Какие Такие Варианты Находят Здесь Что В прямом Смысле Слова Что Он Взял И Зарезал Как Это Кажется Впечатление От Первого Вида Вида На Эту Лову Что Это Может Быть Такое Произойти Между Мудрецами Что То Произошло Там Другое Вот Так Вот И Понимать Это Место В Талмуде В буквальном смысле Не Нужно Так Мудрецы Наши Говорят Здесь Скорее Всего Смысл Смысл Вот Такой Как Что Он Был В таком Состоянии Что Он Начал Умирать Раба Его Исцелил Вот Скорее Всего Так А на Сегодня Наш Урок Заканчивается Урок Был Дан За Весь Наш Список Который У нас Есть Чтоб Все Были Здоровы Чтоб Всем Было Все Хорошо И Легкого Поста И Хорошего Праздника Пурим Главного Веселого И Чтобы Было Все У нас Хорошо Чтоб Всевышний Спас Нас Закончил Страшную Войну И Мы Будем Жить Хорошей Жизнью Вот Так Вот Потому Что Пока Эта Война Не Закончена Это Очень Непростое Время Тяжелое Всем Браха Бараса Каванам Мазал То Что Мы Это Время Не Грешили Учили Тору Всем Желаю Крепчайшего Здоровья И До Следующих Встреч Надеюсь Он Состоится В Среду В